Я считаю, что шансы на войну все-таки относительно невелики. Но это не означает, что не нулевые. Они точно, еще раз повторю, не нулевые, не иллюзорные, и более того, эти шансы растут, судя по характеру обсуждения. А цена у этой войны, можно уже прогнозировать стоимость и цену этой войны даже, наверное, не для Кремля, а для россиян? Просто мы привыкли же сразу какие-то действия власти проецировать на себя. Это нам выльется в запрещенные помидоры, огурцы, в разбомбленный Воронеж в 100-500 раз. Да, для нас станет практически катастрофой, для нас и для Украины. Но с точки зрения людей, которые оценивают военную сторону, они считают, что задача достижима и малой крови на чужой территории. При том единодушии, которые вы сейчас отмечаете в Кремле, то, может быть, достаточно единого мнения, которое там есть, или все-таки какие-то разнообразности есть, тайны и так далее. Что-то у нас... Не, ну возникают нюансы, я же сказал. Сейчас они демонстрируют согласие, а потом начнется сразу же после... Да, слышите меня? Да-да-да, все, теперь слышим. После завершения совещания начнется попытка изменить решение. Или повлиять на решение, выгодную для себя сторону. Ну, я хочу напомнить, что вообще НАТО в конфликт не вмешивалось. Вмешательство началось, и то в довольно пассивных формах, довольно поздно и крайне неохотно. Но если происходят грубейшие нарушения международного права, в мире считается, что отторжение Крыма, мы его называем воссоединением или возвращением, в мире это считается аннексией, грубейшие нарушения международного права. Война на юго-востоке Украины, это был самый сильный, в общем, конфликт, за исключением Балканского, естественно, в Европе, после Балканского, в Европе 21 века. Да, они пытаются поддержать обороноспособности Украины. Я бы не сказал, что это очень удачно. На самом деле, я думаю, что обороноспособность украинской армии, украинских вооруженных сил преувеличена, но они, конечно, уже не те, что были в 2014 году. Гораздо лучше. Они создали шалонированную оборону, по крайней мере, по ряду направлений. Ну, да, участвуют. Но я бы не сказал, что эта роль очень-очень велика. Не стоит ее все же преувеличивать и ставить их на одну доску с Российской Федерацией. Я уже сказал, что если это будет война, это будет война между Россией и Украиной. А не между Россией и Западным альянсом, поддерживающим Украину. Вопрос, как вы видите, скажем, информационное и идейное обеспечение этой войны с российской стороны? Оно идет полным ходом, с моей точки зрения. Я имею в виду не только официальную пропаганду телеканалов, но и социальные сети. Вот те ролики, фотографии, где запечатлены колонны российской техники, движущиеся в направлении украинской границы. Причем техника эта не зачехлена. И понятно, что это призвано произвести впечатление. Я бы сказал, что это носит даже такой нарочитый характер, что первое, что приходит в голову, это именно демонстрация силы для того, чтобы силу не использовать. Это первая мысль, которая приходит в голову. Я надеюсь, что, следуя бритве оком, эта первая мысль окажется правильной. Но я говорю, что риск на самом деле существует. И он не теоретический, он не гипотетический, он реален. Я напомню знаменитую фразу Бисмарка. Меня не интересуют их намерения, меня интересует их потенциал. Тот потенциал, который сейчас концентрирует Российская Федерация в границах Украины, достаточен для ведения войны. Безусловно, так. А мальчик, убитый украинским беспилотником, так как это преподносит наши российские СМИ, это часть вот этой информационной кампании? Естественно, но ни одна информационная кампания не строилась, не может строиться на лжи, это абсолютно исключено. Она должна включать правду, она должна включать предположение. Ну, это то, о чем я рассказывал своим студентам. Если вы строите свою кампанию на лжи, возможно, вам один раз поверят. Вам никогда не будут верить второй или третий раз. Пропаганда – это довольно сложная штука. А почему не будут верить? Вот смотрите, здесь была у нас откровенная, высцена из пальца ложь перед войной с Финляндией, была знаменитая, майнила, и якобы провокация финских войск тогда. И никакие запросы со стороны Финляндии, давайте выясним эту историю, не получали положительного ответа в Москве. Это абсолютная ложь была, которая была построена. На чем она держалась? Сергей, но сейчас есть альтернативное медийное поле, альтернативные медийные площадки в виде социальных сетей. Поэтому полного доверия официальной пропаганде никогда не будет. Или она будет среди части населения, но не будет среди другой части населения. Поэтому, если заниматься пропагандой, российское государство умеет это делать довольно успешно, могу сказать, то надо в том числе и задавать повестку в социальных сетях. Я думаю, что мы это увидим и отчасти уже видим. Отчасти уже видим. Это можно делать с помощью так называемых пригожинских бригад и тому подобных организаций, которые работают на подряде в государстве. Да, коллеги? Ну, тогда 2014-2015 год сопровождался... 2014 год, во всяком случае, сопровождался совершенно чудовищный и вот с распятым мальчиком, как мне напоминают в чате. Кстати, чудовищной ложью сопровождался и уж что было наворочено вокруг Боинга сбитого тогда, это тоже представить себе сложно. При всех нынешних средствах существует очень большая часть людей, которые верят в пропаганду. Это всегда так будет, всегда так будет, несмотря на любые альтернативы и доступность этих альтернатив. Это уже связано с человеческой психикой, с нашей когнитивной ограниченностью. Да, будет верить всегда. Вы правы. В самую грубую ложь, в самую циничную ложь. Вот я бы хотел задать еще вопрос. Алеш, извини, я тут затоптал всю площадку здесь. Но вопрос у меня такой. Вот скажите, пожалуйста, как вот эта война или войнушка, вот такое вот противостояние, как это монтируется с вашими представлениями о переходе, об уходе, о транзите, вот о чем вы говорите? Или это уже не актуален транзит, скажем, или это укрепление? Нет, нет, это актуален. Это способ как раз решить все проблемы одним ходом. Разрубить гордий узел и оставить некое наследство, легоси, да, преемнику. Вот мы решили проблемы войны и мира. Я обеспечил геополитические позиции в России. Россия, это первое. Второе, не надо забывать сбрасывать даже не психологическую, а психическую сторону. Но если вы знаете, что ваша жизнь ограничена, и этот дедлайн уже не так далеко, то вам в голову приходят вообще самые макабрические мысли по поводу будущего, уже не своего, а, в общем, окружения, я бы сказал, европейского. Это вабанк для Путина, если он центр принятия решений. Я хочу сказать, что он не одинок. Вот это была бы ошибка, считать, он одинок. Есть люди, которые его упорно подталкивают в этом направлении. Упорно. Они говорят, что военным путем мы быстрее решим эту проблему. Я хочу, чтобы это было понято. А я вопрос, ваш Сергей Александрович, хочу дополнить. Ну, слушайте, а что же это за наследник такой самоубийца? Кто же захочет после начала войны с Украиной садиться в этот трон, когда на тебя будет обращено все внимание, со всего мира? А тогда, слушайте, чего об этом задумываться? Тогда начнется хаос. Сгорел сарай, сгори и хата. Что думать? Может, как раз придет к власти военный диктатор. Почему бы и нет? Какой-то полусумасшедший генерал, который станет маршалом в полях Украины. Какой-то полусумасшедший генерал, который станет маршалом в полях Украины. Какой-то полусумасшедший генерал, который станет маршалом в полях Украины. Какой-то полусумасшедший генерал, который станет маршалом в полях Украины.